Здравствуйте! Меня зовут Петренко, Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучаем ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это ПЛК-40. Вот так выглядит данный контроллер. На официальном сайте конструкторского бюро Агава можно ознакомиться с его характеристиками. И давайте продолжим реализацию проекта по автоматизации вентиляции. Перейдем в PRCPRG. И здесь мы пропишем переменную. Это у нас будет переменная вентилятор. Вентилятор включения и отключения. Выход. Эту переменную мы привяжем к реальному дискретному выходу субмодуля ПЛК. Переменная с типом BOOL. С помощью этой переменной мы будем включать, либо отключать вентилятор. Дальше в коде программы пропишем следующее. Если у нас активен ручной режим. Он равен трое. Можно прописать просто. Если автомат ручной режим переменная здесь стоит у нас в тексте кода. То у нас подразумевается, что мы делаем условие, если переменная автомат ручной равна true, то есть включена. Дальше вентилятор будет выполняться только если у нас активен ручной режим. Мы, наша переменная вентиляция включить и отключить выход. Здесь присвоим значение переменной. Перемены вот этой вот нашей кнопки. Здесь мы видим, что у нас переменные состояния. А вот здесь нам есть переменная конфигурация ввода. Переключение. И вот наша переменная. Включить и отключить вентилятор в ручном режиме. Присвоим нашей переменной, которая будет привязана к реальному дискретному выходу субмодуля. Значение вот этой кнопки. В том случае, если у нас активен ручной режим. Дальше мы сделаем следующее. Нам необходимо реализовать задачу. А когда мы нажмем эту кнопку, у нас вентилятор запустится. В случае, если все хорошо, у нас целый ремень, электродвигатель исправен. Элементы управления двигателем также исправны. У нас здесь через какое-то время появится разность давления. И вот это реле перепада давления обнаружит эту разность. По которой мы будем понимать, что вентилятор действительно работает. Здесь мы зададим значение разности. То есть, если оно будет достигнуто, либо больше разность давления, то мы понимаем, что вентилятор работает. Если разность давления не достигнута, то мы будем понимать, что несмотря на то, что кнопка включена, вентилятор у нас не работает. Для того, чтобы у нас вентилятор раскрутился на полную мощность и создал разность давления, нам потребуется какое-то время. Давайте в программе объявим таймер. Нажмем F2 на клавиатуре. Функциональные блоки. Стандартная библиотека. Таймер. Таймер Тон. Таймер с задержкой включения. Поскольку таймер Тон у нас функциональный блок, а по правилам языка программирования ST в CodeAssist мы можем воспользоваться экземплярами функционального блока, то здесь нам нужно присвоить имя. Ну, допустим, это будет у нас Тон. Вар. Вентилятора. Вент. Сокращенно. И данный таймер, экземпляр таймера, мы должны объявить в редакторе объявлений. Ставить. Это у нас Таймер Тон. Таймер с задержкой включения. Итак, здесь мы будем активировать таймер с помощью кнопки вентилятор включить и отключить выход. Вернее, с помощью этой перемены. То есть, если эта перемена равна true, включена, то мы понимаем, что у нас идет сигнал на включение вентилятора. будь это электромагнитный контактор, устройство плавного пуска, либо частотный преобразователь, но мы подаем сигнал запуска. Дальше вот здесь давайте объявим еще одну переменную. Это у нас будет переменная. уставка, тон, таймер задержка, alar-вент. И попробуем применить небольшой хитрость. Здесь вот у нас ставим. Тип переменной, данная переменная будет с типом word. И давайте здесь в уставке таймера пропишем следующее. Т решетка 1s умножим на значение данной переменной. Ну и давайте пропишем, что здесь у нас изначальное значение данной переменной единица. То есть здесь у нас одна секунда. Давайте попробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. Сохраним проект. И объявим еще одну переменную. Это у нас будет переменная. Вход. Одного из субмодулей. И это у нас будет реле перепада давления. Мы подключим нормально открытый контакт. Когда у нас разрежение будет создано, контакт замкнется. И у нас придет сигнал о том, что у нас создано разрежение. И здесь вот будет у нас переменная. Реле перепад. Вентилятор вент сокращенный. Тип переменной был. И давайте пропишем следующее условие. Если у нас включился таймер тонн авар вентиляции, то есть задержка сигнала аварии вентиляции, при этом у нас переменная реле перепад давления вентиляция равна false. То есть не было не было создано соответствующего перепада давления. В этом случае у нас мы активируем переменную авария вентилятора. Авар вентилятора. Ну, давайте, наверное, сделаем пометку, что все-таки это у нас по перепаду давления. Реле перепад давления. Потому что у нас причиной аварии могут быть еще и другие. Например, сработала тепловая защита, либо частотный преобразователь ушел в защиту. Тепловая защита электромагнитного контактора может сработать. Ну, давайте вот этой переменной присвоим значение авария труя. То есть, у нас произошла авария вентилятора. Мы определили, что произошла авария вентилятора. Давайте попробуем проверить данный код. Сохраним. Загрузим программу в контроллер. Итак, у нас включение и отключение вентилятора ручной. Кнопка. Активируем ее здесь, из программы. Нажмем левой кнопкой мыши, пока не появится значение трое. Затем отладка, записать значение. то есть, активировали. И активируем ручной режим управления. Записать значение. Итак, вот у нас здесь уставка одна секунда, через одну секунду авария. Ну, давайте поменяем значение уставки. Предположим, это у нас будет 10 секунд, ну, чтобы не ждать долго. Отладка, записать значение. Вот, ручной режим оставляем. А вентилятор давайте вот пропишем следующее. То есть, если у нас зафиксирована аварийная ситуация, avar вентилятор перепад давления, если не буду писать равно true, то мы вот эту переменную отключим. То есть, не будем удерживать сигнал включения, а сразу же отключим. Если у нас не получилось запустить безаварийно вентилятор, то команду на включение вентилятора мы сразу же снимаем. Пробуем произвести компиляцию. Сохраним проект. Загрузим программу в контроллер. итак, у нас авария. Давайте присвоим пока значение false. Отключено. Ручное управление так и оставим. И попробуем запустить наш вентилятор в ручном режиме. Записать значение, запускаем вентилятор. ждем 10 секунд. У нас разрежение не создано, соответственно авария и кнопка отключается. Так, здесь пока мы еще не реализовали сброс аварии. Давайте наверное сделаем так, чтобы авария самостоятельно не сбрасывалась, а пришел человек обслуживающий вентиляцию. А мы потом придумаем как проинформировать его об аварийной ситуации. И этот человек у нас должен посмотреть в чем была причина и исправить причину. Либо найти неисправность, либо посмотреть что там случилось. Зайдем в визуализацию и здесь давайте возьмем в панели инструментов элемент скругленный прямоугольник. Переместим его вот сюда. Здесь у нас в случае аварии вентилятора будет надпись авария вентилятора. Зайдем в свойства данного элемента визуализации. Здесь у нас выберем текст и здесь введем значение текст авария нажимаем нажимаем и Enter одновременно вентилятором. и так у нас будет сообщение авария вентилятора. Давайте подредактируем данный элемент визуализации зайдем в свойства текст у нас будет красный немножко сделаем крупнее текст предположим 12 полужирный так вот надпись авария вентилятора рамку давайте сделаем красную заходим цвет цвета нормальное состояние рамка также у нас будет красная и в свойствах увеличим ширину рамки сделаем ширина рамки 2 и вот у нас в случае аварии вентилятора высветится вот такое окошко дальше давайте попробуем сделать следующее вот это переменная авария вентилятора перепад давления привяжем ее вот здесь в свойствах есть у нас переменные состоянии и невидимый здесь можем прописать PLC PLC PRG так ну давайте проще выберем здесь нашу переменную PLC PRG и вот наша переменная авария вентилятора реле перепад окей дальше давайте попробуем загрузить программу в контроллер так у нас возникли ошибки давайте посмотрим что это у нас за ошибка судя по всему эта ошибка связана с вот этой надписью свойства да вот у меня PLC PRG точка и вставим нашу переменную попробуем сейчас загрузить программу в контроллер снова ошибка давайте все-таки разберемся что за ошибка у меня здесь вот у нас отмечаются ошибки и вот у нас переменная которую я попытался вставить и сделал это некорректно то есть вот у нас свойства данного элемента и здесь PLC PRG мы должны поставить точку и только потом будет идти наша переменная вот она пробуем загрузить программу в контроллер программа загружена у нас еще даже не нажата кнопка включить а уже высветилась авария вентилятора нас это не устраивает поэтому мы объявим еще одну переменную это у нас будет авария вентилятор перепад и добавим к ней значение виз визуализация виз и это у нас будет тип данной переменной присвоим значение переменной авария вентиляторе реле перепад но с инверсией двоеточие знак равно ставим переменную поставим нод и поставим точку запятой произведем компиляцию сохраним проект загрузим проект в контроллер так отключимся и еще раз попробуем подключиться и так у нас по-прежнему видна надпись авария вентилятора это произошло потому что я не исправил здесь переменную невидимый наша переменная и мы добавили здесь новую переменную к ней добавлен виз попробуем сейчас подключиться контроллеру теперь у нас видим авария не отображается ручной ручной если перейдем автоматический режим эти кнопки скроются в ручном режиме появятся нажимаем включить и ждем 10 секунд на то чтобы вентилятор у нас раскрутился и создал перепад давления если 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 не будет у нас произойдет отключение так что-то некорректно отобразилось давайте попробуем снова подключиться у нас пропала наша картинка это может быть связано с тем что вот я как-то нажал в свойствах и вставил вот здесь переменную невидимой давайте удалим данную переменную то есть я делаю это не очень аккуратно периодически нажимаю на картинку и не обращая на это внимания пытаясь редактировать наш проект сохраним и не понимаю что я редактирую уже не вот этот элемент визуализации а нашу картинку такое бывает давайте загрузим программу в контроллер так теперь у нас здесь мы должны сбросить аварию сейчас мы сделаем кнопку с помощью которой будем сбрасывать состояние аварии пробуем включить ждем 10 секунд соответственно я не подаю сигнал о том что реле перепада давления обнаружила перепад давления и у нас сигнал на включение снимается и высвечивается надпись авария вентилятора ну и давайте объявим еще одну новую переменную это у нас будет переменная сброс аварий теперь меня был и пропишем условия если переменная сброса аварий трое то у нас вот это переменная авария мы должны ее сбросить присвоить ей значение false отключено дальше мы реализуем код программы когда у нас будет какое-то аварийное событие и это событие мы будем записывать журнал аварий перейдем в визуализацию здесь возьмем из панели инструментов скругленный прямоугольник и сделаем из него кнопку сброс аварий вот ну предположим так вот давайте пока разместим здесь данную кнопку зайдем в свойства нас интересует текст здесь у нас текст будет сброс аварий нажимаем control enter одновременно сброс аварий давайте здесь у нас увеличим размер шрифт у нас будет ну предположим 12 полужирный окей так как бы нам еще отредактировать данную кнопку сброс аварий давайте зайдем свойства сделаем эту кнопку наверное темно зеленый темно зеленый а текст для того чтобы был виден на темно зеленом цвете сделаем белым вот такая у нас кнопка будет сброс аварий здесь в ее свойствах мы привяжем вот эту нашу переменную сброс аварий свойства а здесь у нас есть в конфигурации ввода нажатия и вот сюда вот привяжем нашу переменную сброс аварий давайте попробуем загрузить программу в контроллер нажмем кнопку сброс аварий и у нас надпись авария вентилятора исчезла ну давайте может быть сделаем еще следующее вот вот эта вот кнопка у нас будет отображаться только если зафиксирована какая-либо авария давайте объявим новую переменную это у нас будет переменная сброс аварий видим то есть с помощью этой кнопки мы будем раскрывать либо вернее с помощью этой переменной мы будем скрывать либо отображать кнопку сброс аварий видим итак заходим в свойства здесь у нас переменные состояния и привяжем нашу переменную сброс аварий видим и здесь в PLC PRG вот у нас зафиксирована авария вот включение отключение вентилятора ручной а вот у нас авария вентилятор авария вентилятора то есть данная авария фиксируется реле перепадом давления вставим ну и скорее всего нам здесь потребуется инверсия попробуем произвести компиляцию компиляция прошла успешно сохраним проект загрузим проект контроллер так пробуем включить вентилятор у нас сигнал о том что у нас появился перепад давления не придет и должна высетиться авария вентилятора вот авария вентилятора и появилась кнопка сброс аварий нажимаем кнопку сбрасывается аварий попробуем нажать включить и вот здесь вот у нас есть переменная вентилятор вентилятор